Всем привет! Меня зовут Катя и в этом видео я хочу рассказать о реставрации живописи 19 века на примере вот этой картины, которую я реставрировала сама. И сегодня я хочу рассказать о том, как это сделать. Если вам интересно узнать и вы интересуетесь этим процессом, то именно в этом видео я вам хочу об этом рассказать. Речь, конечно, идет о живописи, которая не имеет исторической ценности. То есть художник обычно таких картин неизвестен. Их картина находится в плохом состоянии. Соответственно, ценность этой картины незначительная. И попробовать ее реставрировать можно даже самому. Ну, я имею в виду тех людей, которые все-таки как-то понимают что-то в реставрации. То есть художники, которые уже знают, как сделать это можно теоретически. И сегодня я хочу рассказать о том, как я купила эту картину, как я ее реставрировала. У меня нету самого процесса записи реставрации, но у меня есть фотографии до и после. И я хочу вам рассказать о ступенях реставрации картины. И если вам интересно, если вы интересуетесь такой темой, то оставайтесь со мной. Это английский пейзаж XIX века. Купила я ее на сайте ebay всего за 20 фунтов. Это совершенно небольшие деньги. Именно потому, что картина сама не представляет никакой ценности, кроме того, что это антиквар. И художник ее неизвестен, так как подпись была полностью стерта. Эта картина была в очень плохом состоянии, когда я ее купила. На ней не было рамки. Она была вся покрыта лаком потемневшим, слой пыли, грязи, табачного дыма. Также на ней были дырки в холсте. И краска была потрескавшаяся. Это совершенно нормально для столетней картины. Сзади картина выглядит вот так. И вообще, чтобы как-то удостовериться, что картина действительно старинная, антикварная, то нужно посмотреть на состояние холста сзади. Он обычно вот такой темный, потемневший. Раньше использовали, ну и сейчас, собственно, лен. Но в основном в те времена всегда лен использовался. И он всегда темнеет со временем. Так же, как и, конечно, хлопок. Но хлопок будет просто в очень плохом состоянии после 100 лет. Лен может быть в хорошем таком состоянии сам по себе. То есть, как бы, не совсем растрепланный, скажем так. Он может держаться столетиями. Но он всегда темнеет. На нем всегда есть какие-то, конечно, разрывы, потому что это все-таки растительные. Волокно, да. И так же само дерево будет. Здесь у меня заклеено, но вы видите фотографии, где дерево, там вот тоже потемневшее. И это как раз является признаком старины. Так же гвозди, они должны быть ржавыми. Другой интересный момент, это наличие печати на холсте. На этом холсте поставлена печать производителями холста Уиндзор и Ньютон. И по этой самой печати можно сказать, она была использована, то есть уже известно, что такая печать ставилась ими в конце 19 века, начало 20. Поэтому эта картина, соответственно, ей где-то как минимум 100 лет. Но сейчас я вам хочу рассказать о стадиях реставрации картины, любой, в принципе, картины. И они заключаются в том, что сначала нужно снять старый лак, потом реставрировать и покрыть новым лаком. Для снятия старого лака, а также слоя грязи и пыли, необходимо использовать специфическое средство. Но также можно использовать слабый раствор лимона и соды. И этим раствором нужно потихоньку начинать стирать старый лак. И вы заметите, как меняется цвет от такого коричневого покрытия на какой-то уже более интересный цвет, который на самом деле находится под этим слоем, под слоем лака. Это такой интересный самый момент, когда вы снимаете старый слой и видите, что появляется на самом деле под этим слоем. Какие-то интересные детали, цвета становятся более выраженными. И вся картина начинает приобретать вид такой, каким его задумал художник. Следующим этапом будет, разумеется, заделывание каких-либо дырок, трещин, и других каких-то вещей на картине. И у меня в этом случае было несколько разрывов. Некоторые были очень маленькие и были две очень большие дырки. Маленькие разрывы можно склеить просто специальным клеем. То есть просто капнув этот разрыв, он уже сразу же склеится. А другие, более большие дырки нужно использовать кусочки нового холста, которые нужно сзади приклеить к холсту. То есть просто нужно смотреть, как это можно сделать. Разумеется, профессионалы используют такой метод, который называется lining. И они берут полностью новый холст, который полностью наклеивают сзади. Но я как раз не хотела вот так вот делать, потому что это более серьезный процесс. Нужен пресс специфический, чтобы ровный очень, разумеется, чтобы склеить всю картину ровным образом. И поэтому я просто использовала кусочки нового холста, который я приклеила сзади. И, кстати говоря, вот это вот клей. И он должен быть, это дорогой достаточно клей специально для реставраторов, музейного качества, как так сказать, называется. И он содержит нейтральный баланс, вот PH, нейтральный, нейтрал. И самое главное, надо сказать, что весь этот процесс, он обратимый назад. То есть если, скажем, каким-то образом будет известно, что эту картину нарисовал констабл, то ее можно будет реставрировать уже профессионально. То есть вот то, что я сделала, оно не вредит этой картине, а просто поддерживает ее в том состоянии, в котором она как бы должна быть. И следующий этап, третий этап, это, наверное, самый интересный этап для художников, потому что нужно теперь будет прокрасить вот эти места, где вы заклеили что-то красками подходящими, соответствующими, и полностью, чтобы не было больше никаких пустых, так сказать, мест на картине, где краска отвалилась. Для этого любой художник знает, что нужно сначала немного закрунтовать это место и дальше, используя краски, которые вы уже заранее, разумеется, подберете и очень аккуратно подрисовать то, как, что там и должно было бы быть на этом месте. И последний этап, это покрытие картины новым лаком, и все. И ее можно оформить в рамку и повесить на стену. Если вам интересно посмотреть мои, непосредственно мои собственные картины, то заходите на мой сайт, я ссылку оставлю внизу. И на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok